Ну что, девчонки, будем экспериментировать вместе. Я села снимать, и у меня с камеры какие-то там проблемы с флешкой. В общем, заказала другую флешку, но так как уже настроилась на съемку, съемка у нас сегодня будет. Я сейчас экспериментирую, снимаю на телефон. У меня здесь такое очень крутое косметическое зеркало, я о нем сниму отдельное, наверное, видео. Вот у него такой вот пультик, и я могу подключаться по Bluetooth к нему. Он имеет разные крепления, такие магнитные для телефона, крепление, вот такое увеличительное зеркало. В общем, такие интересные разные гаджеты, да. Здесь у меня увеличивается свет, вот это усиливается свет, да, или меньше света. Потом есть свет теплый и холодный. В общем, так, да, и здесь есть Bluetooth и кнопка съемки. Так что мы сегодня попробуем, и я постараюсь, да, посмотрим, что из этого выйдет, если это зеркало меня спасет со своими креплениями. Если из этого видео что-то выйдет толково, то я буду очень рада. Но про зеркало вам расскажу в другой раз. Итак, сегодня я хочу с вами поделиться топ-5 самыми классными, бюджетными, на мой взгляд, консилерами, которыми я пользуюсь просто несколькими из них, наверное, уже на протяжении 5-6-7 лет, другими, наверное, на протяжении года-двух. Ну, в общем, все из них такие хорошие, тестированные, уже проверенные варианты, очень мной любимые. Как-то мне так сейчас странно снимать, не знаю, такое впечатление, что я давно не снимала, это не впечатление, это реальность, но я не знаю, как-то впала в какую-то такую, не знаю, спячку, сонно-спящее, депрессивное состояние вот с этой погодой на улице. Вот я сейчас смотрю на улицу, и так рано темнеет, и моросит, и холодно, и как-то пасмурно, и противно. Не знаю, в такую погоду просто хочется валяться в пижаме, смотреть фильмы, я не знаю, там, пить чай, читать книги, ходить в спа, но явно ничего делать, ничего, как бы, ничего полезного, да? Ну что, я рада, что я опять с вами, надо эти традиции возобновлять, так что я сейчас здесь и планирую снимать чаще, потому что я реально себя, с этой погодой я реально как бы должна себя заставлять, мне просто ничего не хочется, я не знаю, но мне эта погода так сильно влияет, я вспоминаю, как я жила в Голландии, мне просто... Но, кстати, это дело привычки, первый год в Голландии у меня была просто депрессия из-за нехватки солнца, а потом, когда ты привыкаешь, как-то на это, не знаю, вроде бы не так реагируешь, не знаю. В общем, так, давайте, первые у нас будут два консилера от Maybelline, это Maybelline Agee Wind, который я люблю много-много-много лет. Вот почему я держу именно в руке два, не потому что у меня два одинаковых, а потому что они бывают двух разных типов. Он есть как консилер с разными цветами, да, там светлый, fair, light, neutral, medium, тра-та-та. А есть иллюминатор, он одного цвета, вот есть иллюминатор, потом есть нейтралайзер, по-моему, желтый, это розовый. Вообще-то такие как бы коррекции цветом, да, это вот розовый, потом есть оранжевый, персиковый такой и еще один, по-моему. И вот и те, и те стоят вашего внимания. Вот для светлых девочек я посоветую этот розовенький, он очень классно борется с видимыми такими синячками, какими-то зеленым элементом под глазами, какие-то синие там синячки, зелененькие, фиолетовые. В общем, он смотрится очень классно. А вот это обычный консилер, который как бы просто для того, чтобы освежить, да, покрытие этой зоны. И то, и то, текстура одинаковая, это просто пигмент разный. Здесь цвета кожи, здесь же это не оттенок кожи, это просто brightener, как бы создает визуально-оптический эффект иллюминации, да, за счет своего розоватого пигмента. Можете поиграться, они недорогие, можете себе купить этот розовый и тот, который более такой оранжевый-персиковый, он тоже хорошо нейтрализует синячки. В общем, интересно, потому что кому-то, ну, зависит от вашего пигмента кожи, какие у вас, какого цвета у вас синячки и какой из них лучше нейтрализует. Но продукты очень крутые. По текстуре, по упаковке, наверное, эта упаковка, это такой самый большой минус, я бы сказала, хотя мне удобно, но я понимаю, почему многие ее не любят. Продукт вот так вот выкручивается, выщелкивается, наносится вот так вот спонжиком под глазки. Очень удобно, если честно, спонжик его не растушевывает. Растушевываем мы его отдельно, да, другой кистью. Но, но этот спонжик его очень мягко наносит, хорошо распределяет, комфортно, все приятно. Но я понимаю проблему. Проблема в гигиеничности, потому что каждый раз, когда вы касаетесь этим спонжиком кожи, на этом спонжике остаются какие-то там, да, уже, не знаю, пот, бактерии, пыль, еще что-то. И этот спонжик получается такой, как сборник бактерий. Но я их регулярно мою, можно их просто, некоторые девочки просто вырывают эти спонжики и просто пользуются, да, выкручивают консилер и пользуются так, просто для того, чтобы избавиться от спонжика. Ну, мне он не мешает, я их просто регулярно вычищаю, прочищаю, мою и так далее. Но сам продукт шикарный, у него легкая текстура, он не способствует тому, чтобы, знаете, собираться, он не жирный, не утяжеляет эту зону, он не нуждается в припудривании. Я просто, вы знаете, я обожаю вообще продукты, которые заменяют несколько продуктов. Это именно из той серии. Не знаю, если видно, вот сейчас. Он просто сразу же застывает, у него очень-очень легкая текстура, она сразу же впитывается, как будто пигмент вам дает, но без текстуры. Я не знаю, как это объяснить, но нет ощущения, что у вас какой-то еще нанесен продукт поверх, да, поверх кожи. В общем, просто ощущение чистой, чистой, красивой кожи. Он сам застывает, сам держится. Отлично, у меня никогда с этим продуктом не было проблем. Пользуюсь этим консилером, не знаю, лет, наверное, 7-8, если я не сильно ошибусь, если скажу, да. Постоянно покупаю, обновляю вот эти в оттенках кожи и вот этот брайденер розоватый. Постоянно они у меня есть. И даже сейчас, по-моему, они у меня есть новые упакованные. Очередной тоже от Maybelline, я обожаю консилеры Maybelline, это Maybelline Fit Me. Я его люблю настолько, что я избавилась от своих нескольких NARS, как он называется, NARS Creamy Concealer, по-моему. Похожая упаковка, и все говорили о том, что Maybelline создал типа как дюб, да, как бюджетный аналог консилеру NARS. Нарс, но многие, как я сначала, поначалу я думала, что я такая сумасшедшая, потому что я во многом, как бы, во многих сферах мое мнение не соответствует большинству. Ну, я не скажу, что это плохо. И когда мне показалось, что этот лучше, чем NARS, я избавилась от NARS, все мои подружки были в шоке. Типа, как ты можешь выбрасывать консилеры за 30 долларов и оставлять себе там какой-то за 3-4 доллара. Но когда я уже начала смотреть это, видеть у американских, у европейских блогеров, что они многие говорят, что им это нравится больше, чем NARS, я понимаю, что да, на самом деле, наверное, я не сошла с ума. Он реально крутой. И здесь есть хорошая гамма цветов. У меня это Light 10. Здесь же у меня в оттенке Fair, вот именно в оттенке кожи, да, Fair, это Light. И, конечно, я не всегда покупаю одинаковые. У меня разные оттенки, я их меняю, да, там зимой, летом, исходя из текстуры, пигмента и так далее. У продукта здесь уже другой аппликатор. Здесь вот такая вот, да, стандартный такой аппликатор, типа как на блесках для губ. По текстуре этот более влажный. Он прям наносится, не знаю, как именно влажный, я скажу, да, если это просто такой воздух. Как будто здесь текстуры нету. Это уже такая более влажная текстура, она увлажняет, но она тоже очень легкая. Она никуда не убегает, не скатывается. Так, девчонки, сегодня у меня будет 5 слоев консилера за ужином в ресторане. Поэтому, если официант случайно уронит поднос, когда будет что-то приносить, я буду знать почему. В общем, я хочу вам все показать на себе, но, наверное, это уже перебор. Вот, ничего, потом влажным спонжиком немножко уберем излишки, да. Хотя мы можем это сделать и прямо сейчас. Что я вам хотела показать и рассказать об этом продукте. Этот более влажный. Он как совмещает, ну, типа как консилер и сыворотка, да, увлажнение на зону под глазками. С этим консилером я всегда использую какой-то увлажняющий продукт. Всегда, да. Может быть, не отдельное увлажнение под глаза, но хотя бы нанесу сыворотку увлажняющую, там, кремчик увлажняющий, эмульсию. То, что наношу на все лицо, я нанесу и под глазки тоже. Этот же можно просто наносить на чистую кожу, потому что он уже содержит увлажнение. Но, тем не менее, текстура такая легкая, что оно все быстренько впитывается, да. Ваша кожа как будто выпивает свой глоток воды. Остается пигмент. Очень красиво все нейтрализует. Шикарные оттенки. Вообще, гамма оттенков очень хорошая. Вы себе найдете тот, который вам нравится. И этот уже, если у вас жирная комбинированная кожа, этот может нуждаться в припудривании, да. Хотя я тоже его никогда не припудриваю. Следующий консилер бюджетный, который мне очень нравится. Я с ним познакомилась только в этом году. Это, наверное, моя самая такая последняя находка из всех вот этих. Это консилер ELF HD Lifting Concealer. Его советуют все американские блогеры. И после того, как я их год слышала, вообще просто положительные отзывы этого консилера, я думала, ну ладно, почему не попробовать? Он там, не знаю, стоит каких-то несчастных, не знаю, может, 2 или 3 доллара. Заказывала, по-моему, на iHerb, если не ошибаюсь. С цветом я не очень-то угадала. В плане, что я угадала, он мне подходит летом. Но сейчас это не мой цвет. Здесь написано Light, но я бы его не назвала Light. Это обычный цвет Medium. Поэтому, если вы пользуетесь Light, то вам этот Light будет темноват. Надо искать что-то посветлее. Но консистенция у него шикарная. Он настолько кремовый, шелковистый, хорошо пигментированный, легкая текстура. Пудра впитывается хорошо и, опять же, сам застывает. Он застывает полностью, становится таким, как бы, ну, самодостаточный продукт, да, как будто его припудрили поверх, но без того, чтобы пудра была видна. Потому что пудру я не люблю вообще, вид пудры, поэтому я часто пудрами не пользуюсь. Мне он очень нравился именно на жаркое время года, вот на весну, на лето, на раннюю осень, когда жарко, мне нравится то, что он застывает, и все, как припудренная кожа. Это очень классно, поэтому, может, то, что я ошибаюсь с оттенком, даже классно, потому что по текстуре я его все равно буду использовать только в жаркое время года. Но то, что они пишут light на продукте, который имеет цвет medium, ну, как бы, как бы так. Ну, вот, для сравнения я нанесла два swatchа. Это Maybelline light, вот это то, как, ну, как обычно продукты, консилеры, тональные в оттенке light, да, вот это нам привычный light, а это элфовский light, но вы видите. Я бы его назвала medium. И другие два консилера, это у нас Bourjois, пользуюсь уже, не знаю, года два или три, мне он очень нравится. Это Bourjois, называется Radiance Reveal Concealer, выравнивает тон, подсвечивает и дает 24-часовое увлажнение кожи. Не знаю, но то, что он имеет увлажняющую текстуру, такую жиденькую, водянистую, увлажняющую, это факт. Он похож по текстуре вот на этот консилер. Вот, эти два, в общем, похожи между собой. Эти два, наверное, ближе тоже между собой. Они больше подходят на жаркое время года, на лето. Они застывают, ну, как бы, как припудренные. Эти же оставляют такой немного влажный финиш, такой натуральный, естественной кожи, да, поэтому там уже припудривать по желанию. Но он настолько люксовый имеет текстуру, шикарно смотрится, увлажняет кожу на самом деле. Не скатывается, не собирается, не пересушивает. В общем, это просто люксовый продукт в бюджетной упаковке, это я вам гарантирую. Здесь у меня оттенок 2, beige, но он светлее, чем тот, который у Elf Light. Ну, в общем, я к чему, что всегда надо, как бы, не только по названиям ориентироваться, но просто, да, методом проб и ошибок. Это 02 Light, шикарный оттенок, мне кажется, он подойдет большинству таких среднестатистических, да, восточноевропейских девочек. Он очень такой пластичный, эластичный, вот он прям хорошо распределяется по коже, увлажняет, прям как консилер с увлажняющим кремом, я бы сказала, вместе. Но это никак не влияет на его стойкость и на то, как он как бы не собирается в складках, ничего не сползает, очень классно. И последний, который вот сейчас, наверное, больше всего им пользуюсь в холодное время года, это консилер от корейской марки Skin Food. Я его тоже отнесла к бюджетным, потому что цена на него, ну, вообще очень доступная, и в граммах здесь 10 грамм, но это реально, это на всю жизнь вам хватит. Что мне нравится в этом консилере? Этот консилер был тоже ошибкой, я искала аналог какому-то там консилеру, не помню уже какому, с вот этой вот лососевым оттенком, да, корректирующим. А, по-моему, Boeing Benefit. И тут я вижу, что на нем написано Salmon Concealer, типа консилер с оттенком лосося, да. Но обычно, когда говорят бренды, что это Salmon Concealer, это относится к оттенку, это оттенок, который корректирует визуально, оптически корректирует синячки. И вот я его заказываю, получаю, и понимаю, что он реально содержит лосось, потому что он пахнет просто рыбой. Как бы я открыла, и это, я сразу просто начала фукать, бегать, потому что он реально пах просто рыбим жиром. Это было отвратительно. Я тогда поняла, насколько как бы я ступила, что я заказала, судя по, я думала, что это описание оттенка, но оно относится не только к оттенку, но и к составу. И мне начали девочки писать, типа, ты что там, дура, ну, конечно, на нем написано Salmon Concealer. Типа, ты что, не умеешь читать? Конечно, я умею читать, но на всех консилерах, на которых у меня написано Salmon Concealer, это относится к оттенку. Ну, ладно. В общем, поначалу я к нему отнеслась как к большой ошибке, короче, продукт, который надо выбросить. Потом я как-то начала им пользоваться. Думаю, дай попробую. И, девочки, это просто любовь. Вы видите, здесь просто тона продукта, и вы видите, сколько я уже использовала. Я, у меня рука к нему тянется каждый день, особенно вот в холодное время года, вот с осени до весны вы будете пользоваться только им. Он шикарный. Он шикарный в оттенке. Он имеет этот лососевый оттенок. Здесь у меня номер один, кстати, номер два, он для смоглых девочек. Но он настолько жирненький, настолько питательный. Вот он реально как очень питательный крем под глазки с корректирующим пигментом. Это что-то. Это бомба. Когда я им пользуюсь, я никогда не использую отдельный продукт для увлажнения и питания области под глазками. Этот справляется со всем. Я его больше наношу реально каждое утро, как увлажняющий крем, который типа как два в одном. И он так классно корректирует эти все синячки, какие-то неровности, но он смотрится так натурально. Он напитывает кожу весь день. Кожа, в общем, сияет. Она увлажненная, она напитанная. Мне очень нравится. И как-то я уже сейчас даже нюхаю его. Но поначалу он был просто отвратительным. Я думала, что я просто вырву, когда я открывала эту баночку. Я к чему? Если вы его заказали, и как и я, не пользуетесь. Или же если вы его закажете и будете меня проклинать, когда первый раз откроете, дайте ему шанс. Ну просто попользуйтесь немного. В общем, у него этот аромат просто исчез, улетучился. Я думала, что я к нему привыкла. Но мне кажется, его даже нет. В общем, я его не слышу. Я не знаю. Может, я привыкла, может, его нет. Но я его не слышу. И продукт просто бомба. Номер один оттенок. Он, наверное, подойдет большинству из нас. Сейчас я нанесу оттенок. Упаковка тоже не самая гигиеничная. Я просто сюда лезу пальчиками. Я знаю, что как бы это не все фанаты. Если честно, я сильно не парюсь. Можете использовать спонжик. Можете использовать кисточку чистую. Одной набирать, другой наносить. В общем, так. Вот он. Оттенок очень такой среднестатистический. Мне кажется, он подойдет реально всем девочкам. Ну, обычным восточноевропейским девочкам. Да, как я. Плюс-минус он такой очень хорошо адаптируется. Вот вы видите. Я не знаю, если вам видно. Но кожа реально под ним блестит. Вот он реально имеет вот какое-то масло, жиры. Я не знаю до сих пор, если в его составе есть рыбий жир. Или семга, или какие-то маслы. Но то, что он пах рыбьим жиром, это факт. Может, это какая-то отдушка. В общем, я не знаю, надо почитать. Но, по-моему, я когда читала в ингредиентах, там... Да, девчонки, так и написано. Содержит в своих ингредиентах лосось. Который очень эффективно... Который эффективно очень помогает не только визуально подкорректировать как бы пигментом, да? Какие-то синячки и неровности. Но еще и способствует... Типа, придает какую-то подсветку самой коже за счет здоровья. Ну, не знаю. Но то, что консилер крутой, это да. Типа, он корректирует синячки, но двумя путями. Да, одно, что он замазывает этим пигментом корректирующим. А второе, что он реально как бы... Содержание этого рыбьего жира, оно прям, ну, улучшает ваш тон. Ну, не знаю. Но факт, что оно круто питает, увлажняет кожу. И круто смотрится. Это факт. И он настолько жирненький, что вот зимой его можно не припудривать. Но если вы его будете использовать там весной, летом, то однозначно. Тут как бы даже без вариантов. Ну вот и все. Надеюсь, вам это видео было интересным, полезным. Надеюсь, у нас что-то вышло с этой съемкой на телефон. Пока мне придет флешка. Если нет, то я просто это все удалю. И выпью чашку чая, как говорится, да? За мой труд и мои старания. Все, девчанки. И до скорых встреч. Буду снимать уже почаще. Очень хочу опять войти в ритм. Но просто эта погода меня реально просто хандрит. Я не знаю. Давайте какие-то советы. Как вы боретесь с этим вот упадком настроения, с этой противной погодой. Это же надо терпеть еще до весны. А до весны еще долго. Так что делитесь какими-то советами. Все, девчанки. До встречи. Пока. Отключаю.